Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 9 июня, я продолжаю все высаживать свои томаты, но у меня как? Одни подвязываю, другие еще высаживаю. И погода переменчивая, слышите гром. Не дает работать дождь в открытом грунте, только начну что-то делать, убегаю в теплицу. Я сразу извиняюсь, сейчас у меня такое время, что некогда, конечно, отвечать, читать эти комментарии. Я читаю, что когда ответ длинный такой и нужен какой-то, ну как, развернутый, я, конечно, не берусь. Потому что печатать ответы некогда, надеюсь, вы все понимаете, вы все огородники. И я сразу говорю, что состояние моих собственных растений мне, конечно, больше интересует, чем вот это печатание на компьютере и вот эти консультации. Это все временно, сейчас управлюсь, потом буду так же. Я даже в выпуске сейчас не записываю вот эти ответы на вопросы, но некогда, некогда, правда, честное слово. Но сейчас я села, все равно я отдыхаю, вот, подвязываю, да посынкую, видите, опять. Сейчас я села, чтобы ответить на один, прочитала комментарий, не могла обойти его стороной, потому что, во-первых, это написал мужчина, Иван Иванов. А так как вы знаете, милые женщины, что мужчины у нас редкость на огородных вот таких сайтах, и обычно они заходят или хамят, или матерятся, а это начинающий огородник, который действительно хочет от нас помощи, хочет совета, хочет разобраться в низкорослых вот таких томатах, как посынковать, ой, как формировать вообще. Он написал, что он начинающий, первый раз только, первый год посадил низкорослые и запутался, разочаровался, хочет или пересадить другие, я сейчас ему быстренько поясню. А вообще про темы видеороликов я скажу так, я сейчас как чукча, лесом еду, лес пою, вот что делаю, то и показываю. Сегодня была в теплице, там высаживала остатки, ну, в третьей теплице, высаживала остатки томатов, поливала, записала про полив, вытаскивала вот эту вот петунию, которая осталась у меня неприщипнутая, 6 штук, что ли, думаю, куда их пристроить, записала про петунию, вытаскивала перец, записала про перец. Короче, я сейчас записываю видеоролики преимущественно только те, которые по ходу дела. Вот высаживала огурцы, про огурцы, вчера посынковала, удаляла лишние на ботяне, записала это видео. И вот сейчас будет пока так, потому что мне так удобно, я могу наглядно показать вам, что я делаю в этот период. И так как они у меня выходят в режиме реального времени, то есть я вчера записала, вчера же и выложила. Вам очень интересно, потому что у многих с моим совпадает регион, и они то же самое делают. Смотрите, какое опять страшное небо. Я боюсь вот такого неба чернильного, опять град будет, наверное. Так, начнем про низкорослые. Вот он написал, я посадил низкорослые, не знаю, что посынковать, как формировать. Вам я посоветовала бы посмотреть у меня прошлогодние видеоролики, где я очень подробно рассказывала, что все низкорослые мы сразу делим на несколько групп. Или те, которые вы будете посынковать тщательно и вести так же, как обычные томаты, для того, чтобы укропнить плоды, для того, чтобы раньше получить урожай. Вот эти, например, у меня, именно для получения раннего урожая. Поэтому я и нижние листья убираю, и нижние пасынки уберу. Все я это добиваюсь, для чего? Сейчас будет дождь, господа, для того, чтобы получить пораньше урожай. Я приложу массу усилий, чтобы все это ускорить. Потому что я не раз повторяла, что посынкование, удаление нижних листьев, это один из агроприемов, который ускоряет созревание плодов, потому что растение не будет разбрасывать вот это питание на все это лишнее, а будет концентрироваться только вот на эти плоды, на цветочной кисти, все. Если вы выберете такой вот способ, именно вам надо крупный и пораньше, то вам, конечно, нужно формировать, нужно все это удалять, нижние листья, пасынки. Но в прошлом году я показывала, как я выращиваю вот такие же, и эти же сорта, и демидов, и все другие. По принципу посадил и забыл. Они ведь можно, их вырастить и без посынкования совсем, в лежачем даже в грунтовом варианте. Ой, уже капает на меня. Сейчас я, наверное, убегу. И вот смотрите, когда вы сказали, что вы запутались, вам нужно было, перед тем, как, ну вот когда вы решили посадили, вам надо было подумать, как вы будете выращивать, и есть ли для вас, для кого не имеет значения, например, когда они поспеют. Вот вам правильно в комментариях девушка написала, что если вы хотите получить пораньше, то посынковать обязательно, тогда придется разбираться, как формировать для раннего урожая. Я показывала, я сейчас вам, вот в ответ на ваш вопрос, я скину прям все ссылки, и посмотрите. И там вы увидите, вот для чего мы удаляем эти нижние листья. Конечно, но я не говорю про те, которые вот касаются земли, это профилактика, чтобы не было заболеваний. Для чего? Для того, чтобы было меньше нахлебников у этого растения, чтобы поскорее оно вот эти плоды первые сформировало, чтобы они созрели, ой-ой-ой, все. А если вам все равно, когда он поспеет, то вы можете вообще ничего не делать. Можете привязать его, нашпалирули колышку, а можете и не привязывать, можете посадить. Он облепится плодами, он завалится на бок и будет там лежать. Будет плодов много, они обычно все усыпаны плодами, но они будут помельче. И в позапрошлом году я очень хороший такой подробный видеоролик снимала. Что вы хотите, или ранний урожай, ой, и крупный, или обильный, продолжительный, но позже. Потому что, когда вы не будете посынковать, их будет много, они будут все увешаны, потому что вы же не удаляли посынки, но они будут позже. Но их будет много-много-много. Вот, например, для переработки, для томатопродуктов, для всего, люди не заморачиваются, они не посынкуют, они ничего не убирают. Вот сколько вырастет, столько и вырастет. Потом взяла в ведро все, сгребла и пошла там, накрутила кетчуп, плечи наварила. Все, до свидания, я ухожу. Во-первых, я грома боюсь, и уже меня залила. Я надеюсь, Ивану Иванову ответила, и хочу несколько слов сказать всем. Видите, как изменилась ситуация? Вот 9 июня. Совсем недавно я подходила сюда, я говорила, ой, какие желтые, ой, какие заморыши, все постепенно выправляется. У нас такая погода, у нас то солнце, то дождик, помидоры прут. Они, во-первых, и новые листья, уже зеленые нарастают, а не те, которые были желтые, изменили окраску. И вот здесь я делала разные подкормки. Здесь я просто делала опрыскивание борное для завязывания. А тут я делала подкормку, ну такую, я говорила, ну в смысле питательную, именно, что подкормила их немножко. И, конечно, помидоры среагировали моментально, но эта подкормка у меня была вынужденная, потому что они после градов, после холода выглядели плачевно. И я боялась, что они вообще ничего хорошего с них не будут. Сейчас смотрите, какие зеленые стоят, здоровые. Все у нас будет хорошо. Все, я пошла, очень холодно. До свидания. Продолжение следует...